всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса сегодня мы будем говорить о мотивации в терапии неврозов и в sd не переключайтесь смотрите эта лекция будет очень полезно и будем говорить о вторичной выгоде симптомы или назначение симптома в общем и сегодня узнаете много полезного как обычно интересного поэтому не переключайтесь ну а начну я сегодняшнюю лекцию с приглашения на бесплатное мероприятие которое будет онлайн вы можете смотреть из любой точки мира 20 мая в 12.00 я буду отвечать на очень популярные в терапии неврозов и в sd вопросы абсолютно бесплатно и буду разыгрывать три места на свой третий сезон онлайн тренинга который идет пять недель 10 занятий вы о нем можете прочитать на сайте красиков онлайн точка рф три бесплатных места будет розыгрыш и 5 комплектов видео вебинаров там примерно 30 часов материала по терапии в sd и неврозы на симптоматике тоже будет разыграно значит я для себя тут выделил основные вопросы которые 20 мая буду освещать но конечно это не все но вот послушайте что мешает справиться симптоматикой панических атак в sd основные причина что мешает справиться почему возникают рецидивы панических атак или рецидивы тревожного расстройства основные главные тезисы о де реализации персонализации что делать как быть и почему она возникает когда когнитивно-поединическая терапия неэффективна почему она может не помогать и почему результаты могут быть слабые сроки терапии как определить сколько мне потребуется времени и так далее остеохондроз как связан с vsd фибромиалгия что это и как это лечится и почему такое возникает феномен проблема кишечника желудочно-кишечного тракта позыва в туалет страха позволится посещение туалетов и так далее депрессия основные классификации что делать чем отличается депрессия от невроза с точки зрения кпт комитивно-поединической терапии как связан успех и невротические расстройства алгоритм самопомощи при невротических расстройствах и многие другие вопросы которые будут освещены в общем 20 мая приходите бесплатно что надо сделать чтобы прийти надо просто зарегистрироваться на сайте красиков defiswebinar.rf бесплатная регистрация вы пишете своими электронную почту зарегистрироваться и вам придет письмо на электронную почту накануне может быть будет ссылка на стене потому что мы уже собрали более 500 по моему заявок и я уже будем концу 18 мая смотреть уже более точно сколько будет людей чтобы смотреть какая нам нужна будет комната но думаю что людей будет немало потому что во первых очень популярные вопросы во вторых многие хотят попасть на третий сезон онлайн тренинга и получить вебинары бесплатно в том числе что еще частый вопрос прежде чем перейдем к мотивации или уж почему ты перестал вести skype я не перестала вести skype я просто ограничил скажем так работу по skype прежде всего объясню с чем это ограничение связано я сейчас работаю по skype персонально или в малых группах только с теми людьми кто прошел подготовку по когнитивно-поведенческой психотерапии неврозов чтобы пройти подготовку и мы с вами говорили на одном языке вы не тратили много времени много денег вам надо прийти на пятинедельный онлайн тренинг который рассчитан на 10 занятий и вы уже после этого тренинга справитесь им симптоматикой с тревогой понизите уровень тревожности научитесь вести когнитивно-поведенческие таблицы дневники и уже тогда мы сможем с вами более системно более методологически глубоко заниматься терапией ваших неврозов даже по skype индивидуально потому что если вы придете с нуля на консультацию по skype нам потребуется много времени и много денег ваших прежде всего чтобы вот это все системно прорабатывать поэтому я сделал для вас больше степени полезность да и посмотрите на сайте красиков дефис онлайн точка рф отзывы ребят с первого сезона сейчас второй сезон занимается можете в закрытой группе кто присутствует тоже посмотреть что ребята пишут вот так что приглашаю всех с 29 мая 3 сезон уже набирается мы сделали стоимость вполне доступной стоимость снижаться не будет потому что это нижняя планка для всех желающих которые вполне доступно пять с половиной тысяч весь тренинг стоит это более чем доступно поверьте за этот материал вы не найдете никогда терапии не в россии не в америке который стоит 300 долларов в час ну что же приступим к теме мотивации вторичная выгода предлагаю вам внимательно слушать я постараюсь не очень растягивать эту лекцию постараюсь выжить наверное для вас такой самый важный методологический момент никогда не задумывались о том почему вот вы читаете на моей стене на сайте вообще читаете отзывы разных людей о том что кто-то справился с невротическим расстройством у кого-то получается у кого-то плохо получается у кого-то вот почему все разные да как бы симптомы одинаковые невроза примерно одинаковые результаты бывают разные не потому что кто-то умнее кто-то хуже а есть очень важный такой момент я вот занимаясь 2006 года своим неврозом и где-то с 2011 года канал начал работать поэтому в принципе официальной практике уже лет 7 со своим неврозом столкнулся в 2006 году то есть уже в принципе практике больше чем 10 лет официальной 7 я так считаю примерно поэтому за эти семь лет большого количества работы с людьми я увидел очень интересную такую закономерность и с каждым годом все больше и больше убеждаюсь в этой закономерности закономерность это выглядит примерно так я выявил некую формулу клиентов которые достигают действительно хороших результатов я сказал великолепных результатов терапии неврозов но и самое забавное что у них также потом в жизни идут изменения то есть те люди которые усвоили эту формулу и справились с невротическим состоянием неминуемо обречены быть успешными в жизни в принципе потому что они поняли главные алгоритмы и главные фишки не только мотивационные но и такие в когнитивно-принической терапии это очень хорошо изучается а есть люди которые так вот как бы не туда не сюда что-то лучше хуже непонятно вроде как понял а через месяц опять а я не умру если у меня там что-то закололо начинается сезон или постоянно какие-то а те а это чего а вот у меня теперь это а теперь вот это а это а вот это почему так происходит потому что у всех у вас разные мотивации разный настрой и разные внутренний такой бэкграунд до которые вы привозите к свою терапию сейчас объясню формула мотивации я сейчас я расскажу есть еще такие вещи которые называются вторичная выгода симптома или функция симптома я сейчас об этом тоже буду говорить значит по поводу формула мотивации давайте запишем или запомните как хотите но смотрите я постараюсь простыми языком чтобы не усложнять вам понимание надо создать разницу потенциалов вообще любая мотивация бизнесе терапии в личном успехе в спорте всегда основана на одной простой формуле это разница потенциалов желаемого и имеемого на терапии неврозов это переносится формула примерно так сила вашего желания справиться например с паникой или агорофобией в целом с невротическим состоянием выучить когнитина паническую терапию научиться освоить сила вашего желания и сила вашего неминуемого желания успеха должна быть гораздо выше чем нежелание преодолевать определенные трудности и лишения на пути к этому еще раз сила вашего желания должна быть существенно выше нежели сила нежелание испытывать определенные дискомфорты и определенные скажем так тревоги и лишения на пути к этому к этой цели тогда разница вот этих потенциалов и будет являться тем двигающим мотивом который поможет вам выходить и делать упражнения например с агорофобия испаническая атака на первом этапе да на вашей терапии именно вот эта разница потенциалов заставит вас писать дневники заставит вас работать над самокритикой заставит вас заниматься на на тренинги а не просто сидеть и смотреть попкорн да а потом через месяц написать мне слушай а там это самое я там что-то не досмотрела только на пятом занятии из 10 через месяц нормальная мотивация у людей да у меня были люди которые покупали dvd курс и только через год его вообще открыли игра что год ну я там была не готова я вот думала хотела а вот я через годик так все-таки страдающие люди страдающие люди которые через год только начинают приступать к терапии страдающие люди которые пришли на тренинг и только через три недели начали что-то там смотреть это что за страдания такие когда человек хочет добиться успеха он настолько сильно хочет что все остальные лишения невзгоды становится гораздо меньше и вот эта сила начинает его двигать начинает им его фанатично и начинает тащить на пути к решению этой проблемы а у вас в основном сила как бы справиться с симптоматикой которая вам мешает она тождественно с нежеланием выдерживать дискомфорт выдерживать какие-то лишения и вот когда это а бывает даже что это сила нежелание дискомфорта сильнее чем нежели желание комфорт справиться с проблемой и вот тут как раз возникает главная ваша сложность что вы говорите я как бы хочу я как бы страдаю мне как бы плохо мне как бы тревожно мне как бы хочется избавиться от этих симптомов потому что алексей июльч они меня как-то напрягают но я также сильно не хочу выдерживать дискомфорт я также сильно не хочу например банально проживать паническую атаку или выдерживать вегетатику я также сильно не хочу садиться вечером и размышлять а почему разозлилась сегодня на своего мужа а как и себя разозлила а как и себя депрессирую а права ли я здесь что я делаю выводы основаны на фактах а только на домыслах а действительно где факты вот поразмыслить над собой посмотреть критично над своим мышлением вот тут ломает очень многих что-то потыркались потыркались а ну ему нафиг я пойду послушаю следующий раз еще раз красику может умные скажут то есть нету вот этого разницы потенциалов между силой желанием и нежеланием дискомфорта а и вот тут начинаются все вот эти наши неуспехи поэтому еще раз вам хочу сказать если вы хотите справиться не только с паническими атаками и с агорафобией но и справиться с невротическим тревожно-депрессивным генерализованным тревожным расстройством в целом с неврозом и депрессии вы должны стать вы должны поставить это своей задачей только умно поставить задачи не у 24 часа в сутки алексей алексей и ответьте мне алексей нет а сказать себе я буду писать дневники я буду разбираться я буду заниматься я буду впитывать всю методологию буду делать так как говорит мой тренер так и говорит мой наставник мой консультант как хотите мой терапевт да но я вот добьюсь своего результата да мне может быть тревожно да мне может быть дискомфортно да могут быть какие-то вегетативные напряжения которые я постараюсь отодвинуть назад а на передний план поставлю свои задачи да у меня на заднем фоне может маячить какой-то дискомфорт но это не будет вот так главное чтоб не было дискомфорта вы должна четко понимать что дискомфорт должен стать фоном да у меня фоновый дискомфорт да у мне что то там вегетатика какая-то мне club на задачи которой хочу справиться метод фигура фон а это не только гештальта вы сейчас не будем об этом вы должны понимать что вас должен быть дискомфорт вас может быть тревожность вас может должны быть миническая так и хорошо это здорово да я могу пойти на улицу, мне может быть страшно, да, я могу захотеть в туалет, да, я могу, у меня может быть тахикардия, да, мне может быть некомфортно, может быть, мне будет тревожно, мне будет непросто, но это малая плата за то, что я хочу справиться с этим. Вот тогда вы сможете справиться не только с паниками, агорафобией, с неврозом, но и в жизни добиться хороших результатов. Принимать решение, например, с женой, с мужем, с работой, какими-то жизненными обстоятельствами тоже дискомфортно. И если вы будете говорить, я не хочу дискомфорта в принятии решения, потому что, возможно, кто-то расстроится, возможно, где-то будет неопределённость, возможно, где-то мне будет некомфортно. Если я не хочу этой неопределённости, не хочу этого дискомфорта больше или так же, как я хочу принять решение, у вас будет внутренний конфликт, вы не сможете это сделать. Понимаете, о чём я? Поэтому всегда сила вашего желания справиться и идти дальше и расти должна быть выше силы нежелания испытывать дискомфорт и каких-то последствий Опять же к теме внутренних конфликтов Давайте еще раз это повторим Если вы хотите принять какое-то решение, но также сильно не хотите испытывать дискомфорт в виде, что кто-то расстроится, что может быть неопределенность, может быть непонятно, может быть где-то напряженка, где-то придется потерпеть Это начнет колебаться в вашей голове, одинаковые тожественные силы, вы не сможете принимать решение, вы будете ходить и мучиться Поэтому, понятно, еще раз, сила справиться с паникой, ВСД и неврозом должна быть гораздо выше нежелания испытывать дискомфорт Это касается упражнений для панической атаки, это касается упражнений для агорафобии, это касается введения дневников Я каждый вечер сажусь и пишу дневники по технологии Я начинаю размышлять над собой, когда у меня в течение дня возникли какие-то эмоции, стыда, вины, гнева, ревности, зависти и так далее А почему я не прав, а где я себя разозделал? Вот не должно быть такого, а ну потом, а ну это, то есть не получится так Теперь к выгоде симптомов Очень часто в терапии, вот это сейчас такая уже медицинская сейчас будет методология Вот в клинике неврозов имени Бехтерева особенно, там эта концепция очень хорошо работает и разрабатывалась, собственно говоря Вы должны понимать одну простую вещь Есть две категории неврозов Вот сейчас вам рассказываю секретные секреты Есть категории неврозов, где симптом является исключительно фабическим последствием неправильного понимания И достаточно человека правильно образовать, дать ему упражнения, дать ему когнитивную терапию И он вот так справился и пошел дальше А есть типы неврозов, где симптом становится механизмом решения определенной проблемы Приведу пример Есть виды неврозов, где симптом помогает найти коммуникацию со своим мужем или женой или родителями Например, привлечь внимание Например, начать вообще разговор Потому что мама или папа или муж холодный, дистанцированный А с помощью симптома вы как бы бессознательно начинаете хотя бы о чем-то говорить У меня была пациентка, которая никак не могла с мамой начать разговаривать по душам А ей очень хотелось И единственное, о чем они говорили, это о том, как ее дочь сегодня не умерла Или что она там делает То есть они говорили только о неврозе Они говорили только о ВСД Они говорили только о лечении Были клиенты, которые почувствовали холод и дистанцированность от мужа и супруга И о чудо! Муж стал более внимательным, более заботливым, когда жена стала при смерти То есть, и я бы таких примеров могу привести вам масса Если симптом начинает решать какую-то задачу в вашем социальном, семейном и личном пространстве Все, пиши, пропало Потому что пока вы сами не научитесь решать это за симптом Симптом не уйдет за ненадобностью, он будет крепиться Но если симптом помогает вам, например, отлынивать от каких-то обязательств Как он у вас уйдет? Вы там уделаетесь упражнение, умедитируетесь, уже капсанитесь, ничего не случится Пока вы не осознаете, какую функцию несет данный симптом Пока симптом помогает вам получить внимание и заботу Хрен из два, он от вас уйдет Вы его не отпустите, потому что он решает важную базисную задачу Пока симптом вызывает у вас вторичную функцию откладывать принятие решения Потому что я не знаю, как принять решение Петя, Вася, Вася, Петя, налево, направо Я не знаю, как Нет, я сначала пойду полечусь, а потом приму решение Вы не полечитесь никогда Потому что симптом удерживает вас от принятия важных решений Подведем итог Первое Уровень вашей мотивации справиться должен быть гораздо выше Уровнем нежелания испытывать дискомфорт и лишений и преодолений И второе Надо понимать, какую функцию несет данный симптом в социально-семейно-профессиональной сфере Если функция какая-то есть Вам необходимо будет научиться решать самому Например, задачу с мужем надо будет научиться разговаривать Надо будет научиться выражать Надо будет научиться принимать решения Нужно будет научиться, проще говоря, делать то, что делает за вас симптом Тогда симптом уйдет, как в Бехтереве говорят, за ненадобностью Ну, дарит симптомы, это так там называется Поэтому, ребята, еще раз Вот у меня была клиентка, которая обратилась, я уже рассказывал про нее Ко мне, у нее оставался килограмм гречки, у нее была агорофобия У нее оставался ребенок на руках и килограмм гречки Она мне написала, говорит, у меня нет денег вообще Там оставалось что-то 500 рублей, килограмм гречки Мне нашли работу в магазине Надо до магазина ехать две остановки на троллейбусе Я не могу из дома выйти, Алексей, помогите, что делать? Я ей расписал упражнения Подарил ей две бесплатные консультации Она за неделю справилась со своей агорофобией И продолжает работать, и безумно довольна, благодарна И так далее Почему? Потому что сила и мотивация ее У нее не было возможности больше не делать этого, понимаете? Она говорит, либо вот я сейчас начну делать, либо все пипец И она справилась А когда у нас есть возможность не пойти, не поехать Вызвать такси, попросить мужа Попросить еще что-нибудь Как бы, ну, вроде как и плохо Можно и дома поваляться Все Сила нежелания, дискомфорта Природосообразно будет очень высокой, понимаете? Потому что человек – существо ленивое по определению И если ваше вот это вот нежелание выходить за рамку дискомфорта Будет хотя бы рядышком с якобы желанием справиться Оно не даст вам это сделать Услышьте меня Ну, а все очень важные дополнительные вопросы 20 мая в 12.00 онлайн я вас жду Регистрируйтесь на красиков.defiswebinar.rf Ну, а для тех, кто хочет действительно справляться со своим неврозом Более глубоко, осмысленно, методологично изучать когнитивно-пеническую терапию Изучать работу с симптоматикой С 29 мая я вас жду на 5-недельном онлайн-тренинге На сайте красиков.defiswebinar.rf уже открыта регистрация Пожалуйста, бронируйте Есть три пакета Попроще, средний и VIP С VIP-консультациями по скайпу персонально Пожалуйста, изучите этот сайт Я вас буду ждать Уже второй сезон заканчивает скоро свои занятия Пожалуйста, приходите Я все для вас сделаю, все, что могу Ну, а 20 мая мы увидимся Вы услышите все, что вам надо знать о неврозах Все, что вам надо знать о методологии Останется только при-ми-ми-ть И я вам хочу сказать, что вы должны Сила вашего желания справиться должна быть гораздо выше Полежать дома Не пойти, не поговорить Сила желания справиться, например, с публичными выступлениями Должна быть гораздо выше, чем стыд и дискомфорт Который может вызвать первые публичные выступления Да, вы можете потеть, да, вам может быть страшно Да, вам может быть некомфортно Но я все равно на это пойду, потому что я хочу справиться гораздо выше Да, вам может быть страшно, вам может быть дискомфортно Но вы должны это сделать, потому что вы иначе не справитесь А многие хотят справиться так же, как и не хотят И они тыркаются и ищут оправдания Поэтому все, кто хотите 20 мая, 12.00, бесплатный вебинар Приходите, регистрируйтесь А с 29-го мы начнем более глубокую методологию Увидимся, будьте здоровы, пока Субтитры делал DimaTorzok